хотел я пойти в общем лепить циферблаты но будем лепить контент сегодня попробуем сделать кампир вроде бы так называется ни разу не делали вот посмотрел несколько рецептов в интернете и сейчас попробую я все это дело замыть вообще в этом блюде ничего особенного нету самый главный самый главный ингредиент который должен быть это вот такущая большая картошка и все это нужно будет отправить в духовку на час на 250 градусов вот можете запомнить 250 градусов на час итак пока мы с вами разговаривали духовку разогрелась я почистил почистил чеснок и лук и можно приступать к самому интересному это нарезки в этом случае мне нарезать начинается еще покажу как-то увидел как нарезают лук раньше нарезал его так вот полностью полностью нарезал но потом увидел что не обязательно разрезать полностью вот вдоль вот тогда его можно надрезать чтобы здесь еще оставался небольшой кусочек который будет держать все слои вместе и поэтому когда вы будете потом его нарезать он не будет расходиться все потом итак еще у нас есть чеснок и его можно было бы выжать но недавно я троюродного брата узнал что при обжарке чеснок лучше не выжимать а нарезать это чеснок у нас магазинный это мама вырастила и это как я понял чеснок какой-то смешанный с луком какой-то такой сорт на его я взял для массы чтобы его было побольше и он такой довольно-таки сочный вот этот маленький чесночок у него очень такой выразительный аромат как нарезать чеснок вы наверно знаете да его очень просто нарезать это берется вот так он раздавливается следовательно считаете что этот поперечный поперечный вы порезали раздавили нарезан очень мелко надо будет нарезать кстати если слышали вы или нет но чеснок и чеснок является самым сладким овощем просто из-за того что он сам по себе острый острота его перебивает острота перебивает и вот этот сладкий вкус но если вы катаров когда-либо работали чесноком вы должны наверное знать что он прям вот если чеснок очень прям хороший руки от него прям сразу начинает клеится вот как вот у меня сейчас мы прям пальцы там слипаются если с большей массой чеснока поработать там реально клей а клей по всей видимости как раз вот из-за этого какой-то какого-то сахара и появляется вот мы продолжаем лук чеснок у нас уже нарезаны теперь помидорка это какие-то черные помидорки не знаю почему мы заказали черные но видимо по это какая-то причина была помидорки тоже будем резать кубиками будем туда все загружать тут уже все просто еще заметил что немаловажную роль при приготовлении в особенности в нарезке занимает нож он должен быть действительно очень острым чтобы вот особенно в случае с помидором вы знаете что если нож нож туповат он будет эту шкурку тянуть у вас вместо того чтобы нарезалась он будет тянуть вот так вот все это все будет так вот размазываться по всей доске и помидор нарезка помидора превращается в каторгу поэтому пользуйтесь только острым только острым ножом но не забывайте что также как хорошо он может порезать ваши продукты он может вас оставить сибирс пальцев либо без кусочков пальца и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 с картошечкой еще обязательно нужно посолить солим по вкусу вот и перемешиваем я думаю наловчившись это все можно будет сделать намного намного быстрее может быть появится какой-то супер метод способ сейчас первый раз я думаю это заметно может быть нужно было подождать чуть-чуть но так хочется уже это все сделать кстати может быть если она немного постояла может быть она стала немного эластичный у нас ползает и тарелка и картошка по тарелке они все вместе взятых вот а хотя нет ребята нет нельзя чтобы она оставала знаете почему потому что вот именно сейчас именно сейчас нам необходимо грамм все же перемешали нам нужно сделать вот что именно сейчас когда она еще горячая чтобы сыр начал плавиться именно сейчас вот как там говорилось по максимуму много сыра нужно положить и уже дальше и уже дальше мы приступаем мы приступаем вот к чему говорили одну столовую ложку так что это там у них за картошечка была одна одну столовую ложку даже не хватит не попробовать если тут одну столовую ложку жить но это прям блюдо это прям бомба тут так много всего оно такое должно быть сытным тогда идут у нас вот теперь помидорки вот прям вот так теперь идут у нас оливочки упал оливочки иди сюда еще нам нужна ложка для того чтобы все это дело придать немного краски я думаю да вот сюда немного вот этого вот будет то что надо ну слушать мне это блюдо уже сейчас это еще нужно можно полить майонезиком можно полить сметанкой можно полить кетчупа можно полить любыми другими соусами которые только вам нравится и приступать к трапезе спасибо что разделили приготовление мое первое приготовление этого интересного блюда надеюсь вам понравилось видео было информативно напишите в комментариях опять же если вы уже сталкивались с этим как как удобнее это все приготавливать уже вот именно работать с картошкой и что ж до скорых встреч а я вам сейчас покажу как это